С 2000 года я живу в селе Старое Славькино. В это село я приехала, когда вышла замуж, в 2000 году. В 2009 меня назначили на должность главы администрации. И сразу же первая жалоба. Две соседки поругались из-за межи. Одна у другой припахала больше земли. Если честно, когда шла туда, у меня был какой-то страх, как я им должна это все сказать, объяснить. Шли пешком, тогда машин еще не было, со своими специалистами. И пришла идея о том, что я должна пройти все село. Для того, чтобы знать и видеть, кто чем живет. Общалась и понимала, что им не хватает, что им нужно. Вот так созрел для меня план дальнейших моих действий. Естественно, было бездорожье. Кто сейчас помнит, если проходил дождь, то все машины оставляли около магазина и шли в основном пешком. То в 2012 году появилась программа по ремонту дорог до социальных объектов. И эта идея нам очень понравилась. И заасфальтировали автомобильные дороги до социальных объектов. Для нас это было первой, наверное, подвижкой и первым результатом. Затем дороги надо чем-то чистить, ухаживать за ними. Так в сельсовете появился трактор. Тоже по программе губернатора по софинансированию мы приобрели трактор. Хочется идти дальше, не стоять на месте. Конечно, параллельно занимались и благоустройством кладбища, и благоустройством улиц, общественных территорий. Но цель была отремонтировать в первую очередь. Я житель села Старая Славкина, Талалая и Любовь Алексеевна. Наверное, можно про меня сказать. Где родилась, там и сгодилась. Я работала директором школы только благодаря тому, что Ирина Сергеевна помогала мне. Мы крышу покрыли. Мы в школе полы перестелили. Мы в школе окна пластиковые заменили. Ирина Сергеевна, в БТИ надо поехать. Давай, садись, поехали. Это человек, который возрождает село на самом деле. И открыли детский сад на 25 мест. Детки были очень довольны, рады. Родители помогали, приходили вечером. Линолеум стелили все вместе, чтобы быстрее, чтобы это было коллективное творчество. Все старались, все помогали. Глава района каждый вечер заезжал, смотрел на наш труд, на нашу совместную работу. И в январе 2014 года мы открыли. Сейчас уже детей меньше, но все равно более-менее остается. Около сотни. Мне хотелось привлечь как можно больше сюда жителей и из других сел, и из других областей. Мы для этого ездили на форумы в город Саратов. После этих форумов появилась у нас семья Литвиненко. И некоторые семьи переезжают и остаются. И хорошо, что они переезжают с детьми. Это тоже положительный момент для нас. Потому что это существование детского сада, это существование школы. Это клуб сельский, молодежь, это досуг, то есть это жизнь в селе. Поэтому я понимала, что нужно создавать инфраструктуру в первую очередь. Поэтому у нас есть оптиковолоконная связь. У нас есть СИПовский провод по всей деревне, заменен линией электропередач. У нас дороги до социальных объектов заасфальтированы. И каждый год по участку дорог мы отсыпаем по каждой улице, чтобы это были проезжие улицы. Ну, исходя, конечно, из бюджетных средств. Также сделали ремонт спортзала в прошлом году. То есть каждый год постепенно, планомерно мы идем вот к этой цели, чтобы у нас было уютно, хорошо. В 2018 году отремонтировали сельский дом культуры. Пускай он небольшой, но достаточно уютный. И находиться там сейчас, ну, не стыдно, наверное, ни молодежи, ни нам. Везде рядом шли люди. И вообще на пути мне больше встречается людей хороших, чем плохих. В основном, вот во все мои идеи, во все мои планы, они вникают, проникаются и помогают. 2010 год. Горит лес. Собираем людей. Встречаем, значит, огонь пытаемся остановить. Опахиваем. Встречный пал пускаем. Для того, чтобы люди дежурили, даже женщины. То есть мы дежурили сутками, чтобы к селу не подошло. Потому что лес горит. Представляете, какой накал страстей. Улица подходит, прям примыкает к лесу. Естественно, было очень страшно. И, естественно, все встали на защиту своего села. Это тоже очень объединяет. Мой коллектив, они всегда рядом. Иногда, может быть, чуть ворчат. Они мне говорят, хватит. Ну, хватит. Ну, дай годок нам отдохнуть. Ну, что же мы каждый год где-нибудь где. Вон, посмотри, все сидят спокойно, мирно. Куда тебя несет. Но, тем не менее, если я пошла, они идут все за мной. И я даже вот на эти мысли не допускаю о том, что что-то пойдет не так, или они меня подведут. То есть 9 мая я знаю, что там памятник будет чист. Они соберутся утром ли, вечером ли, пойдут. Но я всегда с ними как бы иду тоже все. Но они даже вот могут мне не говорить. Если я в группе написала с граблями и перчатками, или субботник. Хотя коллектив у нас один мужчина, остальные женщины. Мы и рубим, мы и возим, мы и сажаем. И мусорки чистим, и овраги чистим. Поэтому как бы в 5 утра раньше, когда не было трактора, 5 утра. Пока еще холодок с косами. Коллектив женщин идет косить. У кого около дома не скошено, знаете, что делали? Стучали в окно, вставайте. Почему мы вам косим, а вы нам нет? И люди выходили. Выходили и потом уже шли с нами дальше. Около своих домов убирать. И даже нам помогали. То есть вот общественную территорию, когда не было трактора, мы окашивали вручную. Потом уже стал проще. Трактор пройдет, мы идем только около столбов, где вот он не взял вот таким образом с косами. Школа, школьные работники также к нам. За каждым учреждением закреплена улица. Например, улица Советская за школой. Там улица Калинина за советом, за почтой Малязиной и так далее. Вот таким образом раньше мы окашивали нашу территорию. Бурьян выше крыши был. Все убралось в деревне. Вот сейчас бы проехали, посмотрели. Все деревня наша более-менее чистенькая. Таких деревней мало, наверное. Школа сохранилась. Вот около школы все там, все чистенько, все нормально. Я вот... Около администрации вообще там идеальный порядок. С людьми. Какие праздники села устраиваются. Ну, таких глав поискать. Знаете, скажу одну фразу. Приходят к нам отрабатывать люди. Ну, естественно, в основном это люди выпивающие, либо за угрозу убийства, либо еще там вот за что-то. Просто часы, да? И пришел один человек и говорит. Блин, я думал, вы здесь сидите. Я приду, отмечусь и уйду. А у вас тут... Это вы так работаете? Я бы так не хотел. То есть человек понял, что, придя в администрацию, что это не бумажная рутинная работа, а это общение с людьми, это помощь кому-то адресная, это благоустройство территории, это какие-то идеи воплощения. Естественно, какой бы ремонт ни был, ремонт памятника, осень, холод, мороз, но надо сдавать. Мусор остался. Что делать? У нас субботник, мы идем все вместе, как муравьи. Скорее, все это собираем, все сжечь, все вывезти, чтобы была территория чистая, благоустроенная и озелененная, как бы хорошо. Понимаете, и люди отзываются на это. Гущина Анастасия Вячеславовна. В прошлом году мы сделали ремонт памятника, она в этом году весной говорит. Слушайте, ребята, вы все сделали хорошо, но вам не хватает озеленения. Вот я бы сделала вот так, вот так. Блин, Настя, но у нас нет на это средств, чтобы кустарники эти посадить или еще там что-то. Не переживайте, я вам дам. Я вам дам, только вы посадите, подготовьте землю. В прошлом году на ремонт памятника собрала предпринимателей, дала им смету. Мы ремонтировали по программе комплексного развития сельских территорий. 25% должны были внести население, а 75% местные и 70% дает государство. 25% населения, ну это с каждого дома собирать, решали на сходе. Были не против люди даже внести, но это опять счет там от каждого, от каждого договор. Ну, в общем, предприниматели собрались, разделили эту сумму со финансированием между собой и внесли. Я им тоже за это очень-очень благодарна, потому что многие предприниматели не местные, но они сказали, памятник это святое, на это мы дадим. Вообще, это очень интересная работа, очень интересная, познавательная. Много судеб узнаешь у людей, да, как они к этому пришли. Много сломанных судеб есть, стараешься которым помочь, там, закодировать или вытащить из этого. Ходишь, стучишь, пошли, перестань, не пей, пошли кодироваться, уговариваешь. В семьи приходишь, дерутся и вызываешь, и на такие случаи дерутся, начинаешь примерять. Или разгоняешь. Правда? Бывает и такое, что приходится. Я вообще очень люблю свою работу. Мне доставляет удовольствие вот это вот, когда что-то получается, свершается, какой-то определенный шаг. Это подвижка вперед, вот это вот дает силы и будущие мысли. Однажды у нас ходили, лет пять назад я спросила, люди, вот мы сделали то-то, 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 что нам не хватает? И они молчат. Я думала, что от них посыпется идея, и нам надо это, нам надо то. Нет, они молчат, то есть людям достаточно и этого. А у меня еще фонтан эмоций, желаний и планов. То есть в голове начала перечислять, а я хочу вот это надо-надо, а я хочу вот так, а надо-надо, а я хочу там вывеску на дороге сделать, надо-надо. Говорю, у нас маленькие указатели, везде такие большие, баннер я не хочу, я хочу что-нибудь оригинальное. Вот это вот как вы это считаете? Да, о чем можно? Давайте куст какой-нибудь, у нас потому что цветонечки. Давайте ягодку какую-нибудь, потому что у нас там кравчинка. Давайте сделаем картошку, потому что у нас картошки много. У нас Литвиненко сыр делает отличный. Давайте ее туда, ну всех вместе. И чеснок, говорю, ну конечно, все вместе. Представляете, какой букет можно сделать? А почему бы нет, в принципе? Вот в первую очередь надо идти с душой, с инициативой и с конкретной целью. Тогда люди тебя поддержат. И если выходишь на субботник, у всех грабли, а у тебя грабель нет, будут работать? Никогда не будут. Люди идут и работают только тогда, когда мы работаем все вместе. А то, что да, чистота и все, и молодец, и старается, старается. По привлечению инвесторов, конечно, много идей было, много времени этому уделялось. И так появились в нашем селе фитон-кантри, малинки КФХ, КФХ Дишков, Платонов и многие другие. Анастасия Гущина, да, они приехали, показались, что предприниматель, инвестор не может быть. Я собралась, поехала в Саратов, надо же посмотреть, действительно ли у них все так вот хорошо, как они описывают, что питомник есть. Да, поехали, приехали. Вот этот питомник меня поразил красотой, великолепием, вот этим вот разнообразием кустарников. Я ходила, у меня, наверное, глаза были, как у ребенка, когда вот что-то такое происходит сверхъестественное, когда дают конфетку. И я также, как вот завороженная, и однозначно для себя приняла решение, что да, такое должно быть и у нас. Эта изюминка будет не только района, села, но и Пензенской области. Приехали к Кравченко, привезли их ко мне домой, мы с ними попили чай, была зима, только прошла метель, сугробы такие были большие. Они говорят, ну вот нам на другую улицу, чтобы не пересекаться, здесь уж будет облагораживать Настя, а мы бы на другой улице. Ой, слушайте, ребята, есть пустующие дома, поедемте. Сели на Ниву, едем, я за рулем, едем. И вот эти вот сугробы в разные стороны разлетаются. И вот с таким наслаждением приехали, машину толкали, развернули все, посмотрели, довольны и счастливы, что действительно место есть, что дома пустующие есть, есть с кем договориться купить дома более-менее, которые подходящие. Что он просил изначально 10 гектар для сева оборота в черте населенного пункта. Ну и получалось, что да, действительно, у нас такая площадь есть, на которой он бы смог работать. И опять клубника, и это не пшеница, не, как вам сказать, не подсолнечник, не ячмень. Это вот нечто необычное для нас. Тоже хотелось вот и развить и это направление. Дальше. Дежков Николай Николаевич. Приехал с Москвы, купил воздух, можно сказать так, не оформленные бывшие ООО Нива. Ни земель не оформленные не были, ни строения не были оформленные, но у него был энтузиазм, глаза горели, я хочу здесь работать, я хочу сажать. Настоящий период времени они уходят уже от посевов пшеницы, ячменя, большую площадь сейчас будут занимать уже овощные культуры. И, в частности, чеснок. В прошлом году они очень большой урожай чеснока собрали, сдавали, нашли рынки сбыта. Ему тоже это интересно. Он поступил еще в сельхозакадемию учиться для того, чтобы самому понимать, бывший военный, но чтобы самому вникать и понимать, что там происходит, и что, когда подкормить это растение или когда там полить его. То есть для него это тоже интересно. И таких увлекательных людей нас много. Местные жители Платоновы пришли, мы будем заниматься картофелем и посевами тоже культур различных, полевые. Пожалуйста, отмежевали, пои они скупили, отмежевали землю, занимаются. Мы только приветствуем и рады. И везде заняты люди. Я понимаю, что это новые рабочие места. Потому что люди никогда не уедут из родного села, если есть работа, если есть хотя бы какая-то зарплата. Осенью 2012 года. В смысле не от Рождества, а от Рождества 2012. Люди сказали, место хорошее. Поехали посмотрим. Ну, место хорошее. Приехали, попробовали. Вода хорошая. Картошка вкусная, как в детстве. Остались. Ирина Сергеевна, глава, радостно встретила. Показала место, которое можно занимать. Первый год четверть питомников посадили. Развели зверьё. Ну, так вот и остались. Так и живём. Здесь как раз с водой проблем нет. Земля хорошая. Ну, то есть вот это вот всё было заросше бурьяном просто. То есть мы ездили по дороге, нам говорили, что вы вот этот дом не купите. Искали когда место, так, чтобы был дом, за ним большой, за домом, чтобы был большой кусок земли. Вот. Сразу договорились там вот тот дальний, за ним кусок. Ну, и как бы вот это вот, и чтобы сразу большая площадь была. Дороги ездим, бурьяни просто, то есть к нему говорят, вот этот дом. Да где там дом? Бурьян выше крыши. Вот уже, значит, приехал хозяин, промял, увидели дом, купили. Ну, и вот уже после этого, значит, начали всё от бурьяна, всё это очищать. Где конюшня была, там вообще Славку попросил покосить, он там косу сломал, сказал чистить часами. Расчистили всё, когда фонари повесили, значит, тут уже, значит, местные бабушки говорят, слава богу, хоть уже пожары не страшные, ночью что-то видно, значит. То есть, ну, реально, то есть, то ли народ уехал в город, то ли, ну, в общем, практически очень много было брошенных огородов, не возделывалась там вот эта вот часть вообще. То, что, ну, реально, они как бы привыкли, что они здесь выросли, и это как бы всё это было там ещё со времён совхоза, да, как всё колхозное вокруг, да, всё моё, да, как-то так, да. Ну, это как, ну, луговина дикая, то есть, не сеяно, ничего. Вот я опахал первый, значит, это уже моё, то есть, сюда уже никто не лезет. Ну, и как бы так вот. Мы сразу всё оформили, чтобы уже не было такого, что опахало, значит, моё. Ну, вот. Ну, прошло какое-то время, кто-то, наверное, стал возвращаться из города в деревню, кто-то, вот, ребята собрались, открыли тоже КФХ, то есть, начали возделывать земли. Начали выращивать зерновые, то есть, для этого как раз уже надо большие территории, вот. И тут уже начали возникать земельные споры, земельные конфликты из-за этого. Потому что с оформлением никто не торопился, по старой памяти, что опахало моё. Ирина Сергеевна ещё и в этих условиях пытается как-то урегулировать все эти конфликты. В поле мы вообще рады. Берите, бурьяна не будет. И вообще любому предпринимателю мы рады. Ради бога. Одни плюсы. Рабочие места, какое-то производство, движение. Да, что-то они же производят, это же хорошо, да, любая ягода, там, кустарники, молоко, сыр. Ну, всё, что угодно. Мы только рады за развитие. Конфликта этого могло бы и не быть, если бы люди вовремя оформили все свои земельные участки. Люди, естественно, не очень грамотные все. И, как надеемся, на русский авось. Есть какая-то бумажка, ну и всё на этом. И долгое время жили, не тужили, никому эта земля не нужна была. Они пользовались и сзади дома, и под домом. То есть всё было спокойно и нормально. Но когда начали предприниматели уже межевать участки, на кадастре они же, получается, как бы никем не заняты. Они даже не ранее декларированы, они не зарегистрированы права. То есть, получается, с юридической точки зрения предприниматели правы. Они же не знают тут кто и чего и как, да. Но в то же время и люди, более 30, кто 40, кто 50 лет, кто 60 лет, живёт в этом доме и пользуется этим земельным участком. Вот в 92-м году людям выдавали земельные участки в собственность и в пользование. Собственность кое-кто ещё зарегистрировал, а пользование не зарегистрировали. Хотя объясняли и на сходах говорил о том, что бессрочное постоянное пользование, пока вы живы, сейчас вы можете зарегистрировать в собственность. В основном у людей не хватает денег для того, чтобы отмежевать, установить свои границы. Нужно же поехать в район, здесь взять выписки, сделать межевой план, межевание. Вот все поездки, регистрации госпошлина, вот чтобы оформить полностью свой земельный участок, нужно около 30 тысяч рублей каждому человеку. Естественно, пенсионеру, у которого пенсия в 9 тысяч рублей, он будет, может быть, копить полгода-год на все эти мероприятия, потому что для него важнее это лекарства, это продукты, ну и, конечно, может быть, какой-то хотя бы досуг. Он потратит лучше деньги на это, внукам отдаст, на день рождения, на какие-то праздники, Новый год, 8 марта, потому что их тоже никто не отменял. Здравствуйте, я Аверкова Ирина Леонидовна, которая нарушила якобы закон и присвоила землю, которая незаконно была на меня оформлена. Вот, пожалуйста, дом, который мне достался от деда Губанова Ивана Ивановича, который умер в 92-м году. Я осталась после него здесь жить. К этому дому была вот эта мазанка. В этом доме я прожила до 2011 года. После, в 2011 году мы с мужем решили построить новый дом. Вот он перед вами. Собрали документы, обратились к главе Старославкинского сельского совета. Собрали документы, какие она нам сказала. Документы на землю оформили. Для этого мы прошли целую процедуру. Дали объявление в газету, то, что этот участок никем не занят. На основании этого документа нам глава Малосердобинского района выделил, дал документы на оформление. С этими документами мы обратились в кадастровую палату, где нам дали выписку, что земля никому не принадлежит, что земля принадлежит Старославкинскому сельскому совету. Потом с этой выпиской мы поехали в район, где оформили договор аренды. После этого мы оформили договор купли-продажи. Потом на основании этих документов нам глава совета Еремкина Лина Сергеевна выдала документы о разрешении за строительство. Построили дом, зашли в него жить. Этот дом у деда у нас служит как подсобное помещение, где мы храним банки, мы держим пчел, где складываем всю утварь от пчел. Вопрос у нас стал спорный о земле, которую мы используем под картофель. И в 2019 году, когда я решила отмежеваться, узнать границы своего земельного пая, я также обратилась к главе администрации Еремкина Ирины Сергеевны. Она на основании по хозяйственной книге выписала мне, дала мне выписку, которую сейчас якобы считают, что она недействительна, и что такого постановления нет под таким номером. Как дед умер в 92-м году, дед умер, и эта земля никогда не пустовала, мы за нее платили налоги. У нас приходил перемерщик, измерщик, он все записывал в эти тетради. Раньше у нас как было, распахали землю, соседи прошли, а теперь законы меняются. Я не знаю, тут никаких, мне кажется, я имею право на эту землю, так как я ее возделывала, я платила налоги за эту землю. А почему так теперь получается, что мы виноваты в чем-то, что мы не имели права, даже нет такого права у нас пользоваться этой землей? Мы бы, конечно, хотели в этом разобраться. И не хотим, чтобы в деревне вот какая-то свора поднялась, вот это вот все друг друга, сейчас вот эти вот обвинения какие-то. Это чисто лично мое мнение, что я имею право на межевание. Я хочу знать, что в этом дворе принадлежит мне. Я не зашла к соседям. Здесь у нас соседи живут. Мы же, мы открыто пользуемся этой землей. Все видят, что мы сажаем, что мы обрабатываем, что мы что-то делаем на этой земле. Конечно, очень обидно, что вот так вот все получается, что вот таким образом мы должны доказывать что-то или отвоевывать, или свое, вот то, что принадлежит мне. Но надеемся на благополучное решение этой проблемы, и что мы все помиримся, и не будем больше гадости говорить, и что все-таки нас не дадут в обиду, и что и остальные люди, которые хотят отмежеваться, и которых приостановили все вот на этом нашем уровне, что людей тоже не обидят, и люди тоже смогут. 92-го года. Сейчас пока здесь не живем. Видите, после операции. Бабушка с дедушкой умерли. В их дом пошли. Вот мы живем. Вот дом, вот земля. И пока этот не пришел, Красченко, вот ему захотелось, ну там много было этих людей. А на мне, не знаю, что ему. Дом навстречу. А сейчас еще, ну как это так? Земли что ли не хватает? За домом земля же. За домом. Ведь покупают с домом земля. Вот сейчас слушок пошел, и стали оформлять. Кто? Кто потянется на какую землю? Вот у всех земля. Скоро через пять лет никого не будет здесь. Все старые уже. Представьте, 70-и, 67-и. Да пусть забирают. Два на метр там, на кладбище у меня уже отложено, отставлено родителям. Я оттуда приехала, чуть не это самое, опять таблеток напилась. Все, ничего не надо. И так одни проблемы, похороны до сюда, еще болезни. Не дают. Жить спокойно не дают. Не дают. Родилась я здесь в 60-м году. Закончила школу, поступила работать вожатой, работала от вожатой до директора школы. И вот сейчас, когда мне уже 61 год, вдруг оказалось, что земля, которой я владела более 30 лет, в моем незаконном пользовании. Прямо до слез обидно. В 86-м году, как молодому специалисту, нам дали эти дома. Мы вселились в эти дома. Дома построили на картофельных полях. Пока, конечно, строили дома. Первый порядок, второй, третий. Здесь картофельных полей не было. А уже с 92-го года, когда дома были выстроены, картофельные поля наши были возобновлены. Вот с того самого времени этим полем я и владею. Все прекрасно знают соседи. Да ну все село знают. И меня знают. И то, что мы здесь, сами прекрасно понимаете, в 90-е годы было и по 30 сотых, и по 25. Кормились картошкой. Даже учителям зарплата не всегда выплачивалась. А сейчас, по исковому заявлению прокурора, в котором прямо сказано, что я незаконно, не имея на то оснований, подмежевала эту землю. На самом деле, основание у меня есть. У меня свидетельство сохранилось с 92-го года, которое выдавал еще глава администрации тогда сельского совета, не администрация тогда еще была. Я была депутатом, я прекрасно помню, что все это обсуждалось на депутатских советах, что нам разрешено, было принято то, что до гектара земли и мы имеем право в бессрочное пользование взять. Ну, так как я владела то 25 сотками, то поменьше, сейчас я отмежевала 16 соток, потому что мне больше не надо. Уже возраст не тот, столько картошки не посажу, да и не надо. Себе, детям, больше не надо. 16 соток отмежевала. И вдруг оказались, вот мы в судебных исках. Я понимаю, конечно, против кого? Против нас, пенсионеров, которые получают небольшие пенсии. Вот эти все иски, вот эти все суды, нам, конечно, они не нужны. Вот представьте себе, надо ехать в Сердобу, надо, я ищу работу, отпрашиваться с работы. Надо, то вызвали в следственный комитет, то предварительное слушание, то потом суд. Это все деньги, это все нервы. Мы уже не в том возрасте, чтобы нервничать чего-то. Ну, в общем-то, это сложно. Я считаю, что это буквоедство в прямом смысле слова. Ну, справка не так была выдана. Но оснований для выдачи этих справок, во сколько, больше, чем достаточно. Похозяйственная книга есть, она сохранилась. Списки есть, они сохранились. Свидетели, которые мерил нам каждый год эту землю, Жуков, живой человек подтверждает, что эта земля была у нас. Какие еще основания нужны? Я не представляю. И вот мы сейчас находимся в этих судебных тяжбах. Что дальше будет? Неизвестно. Нервов, конечно, и сил, и здоровья тратится очень много на это. Я не знаю, почему так решил прокурор. В 90-е годы мы кормились на этой картошке. Вы понимаете? Кормились. И продавали, и на трассе, и в Саратов ездили, и терли, и я не знаю, скотину всю кормили картошкой, потому что, я еще раз повторю, зарплат учителям по 6 месяцев не выдавали. Однажды выдали водкой. Представляете? А семью кормить надо. И вдруг вот мы сейчас не имеем, как по определению прокурора, незаконное владение, изъять из незаконного владения нас эту землю. Это беда. Мы, уроженцы села Старое Славкино, родились здесь. Наши отцы здесь жили. Мужу 66 лет, мне 62 года. 43 года в браке. Мы пользуемся этой землей. Свекор с 1907 года рождения, он пользовался этой землей. Теперь коснулось, нам в 92-м году дали документ, официальный. Мы решили замежеваться. И вот у нас проблема возникла. Приезжали к нам с пензой ребята, сделали снимки, сделали. И все на этом у нас закончилось. В 19-м году мы пакет документов собрали, написали доверность на оформление этому, кто занимается землей. И все. Петренко судился с этим смолинником по земле. У нас у всех приостановили межевание. Он даже два суда выигрывал, а после опять на него по-другому как-то выиграл. прокуратура подал на нас. У нас вот на этой улице у нас семь участков. У него в планах было замежевать все одним участком. Здесь где-то около полутора гектаров. Но в середине этих участков это участков стали Мироновы, вот который отошел. И мы у нас замежеваны уже. Поэтому он на нас и подал. потому что мы как сказать мешаем в этом вопросе. У нас замежеваны, а эти не замежеваны. Он мог бы если не замежеван одним участком замежевать и все. А теперь вот мы оказались замежеваны с землей. Поэтому мы и другие также у нас шесть человек и у всех такая ситуация. Кто как сказать замежевал тех он решил размежевать. у нас здесь сажается картошка тыква а здесь морковка лук чеснок помидоры мы за счет этого огорода выжили в трудные времена. Зарплату не получали в совхозе работали он слесарем я бухгалтером получил вот то что продавали с огородов тем и жили коммунальные платили детей в школу собирали на пенсию на 9000 не знаю как прожить можно 9500 зимой коммунальные по 6000 платили в 1992 году были приняты ряд постановлений о выдаче земли и в собственности и в пользовании и об установлении нормы вот часть постановлений есть в архиве а оригинала постановления номер 23 в архиве не оказалось но первым источником издания этого постановления является сельская администрация то есть мы и я в полной уверенности что это постановление было просто так люди бы не платили земельный налог который каждый год из них собирали да они бы не пользовались оснований для выделения иначе земли бы не было да смысла получается ну нет в этом то есть людям выделилась земля в собственность под домами и под постройками и в пользование бессрочное постоянное пользование под огородами где они сажали картошку наверное никому не секрет что Славкина считается картофельным раем и раньше особенно в 2000-е годы у всех площадь были за гектар если у тебя площадь меньше 50 сот то ты лентяй вот не оказалось в архиве оригинала постановления номер 23 но у нас сохранились списки журнал постановлений где отражено это постановление что оно было и свидетельство по хозяйственной книге ну естественно все свидетели об этом говорят о том что да это было да нам выделяли все люди об этом говорят конечно в связи с этим конфликтом как гром среди ясного не было вот этой публикации в СМИ по телевидению был ролик о том что передан в следственный комитет материал на меня что мне там грозит либо штраф либо то либо все либо лишение свободы а потом сразу же на следующий день меня вызывали на опрос в следственный комитет все документы взяла с собой сразу они посмотрели все это как бы изучалось во всяком случае я сразу сказала что я в полной уверенности давала что этот документ есть он был пускай его оригинала не было но это решение оно было и у меня есть список у меня есть по хозяйственной книге у меня есть журнал выдачи свидетельств то есть любые подтверждающие документы расстроена была честно признаюсь и когда подъехала к дому время было ну половина десятого где-то вечера уже темно я вышла из автомобиля и вижу у меня полон двор людей люди просто стояли ждали спрашивали сразу подлетели о новостях что да как да не может быть что это такое что происходит как это может быть то есть вот эта публикация в СМИ она наверное до людей донесла информацию у них пошел протест и вот пошла поддержка мне со всех сторон вот такая я людям очень благодарна именно вот это мне дает силы противостоять и доказывать что я права ну я много думаю на эту тему сейчас уже и все равно прихожу к одному и тому же выводу что если бы я не дала выписки то я нарушила как раз у людей конституционные права их прямые и встала бы на сторону коммерсантов не важно что нет этой земли на кадастре главное что ей люди больше 30 лет пользовались и продолжают пользоваться и она находится за домом я не знаю почему ополчились на главу нашей администрации ведь она имела эти основания выдать и то что она там выдала эти справки да только нам польза она за нас за жителей всегда горой а почему с ней бороться она же наша мать как бы ну она же считается как ну как это в селе мэр это же как и в городе мэр города молодец борется с ней хоть деревню видно было а то б деревни не было видно же вот пройдешь быстрый стоял когда еще триммеров не было да ничего сейчас и чистота и все а как а кому бороться за нас как вы думаете кто бы за нас поборолся кому бы в первую очередь мы идем или вы пришли бы однозначно что бог не делает все к лучшему говорят любой опыт вернее любая наука это опыт да вот в любом случае мое будущее в любом случае уже неразрывно связано с селом старой славкина ну и жители это видят наверное верят в это потому что у меня дом здесь моя семья здесь мои опоры в любом случае в моей семье в моих друзьях в моих близких которые меня всегда поддержат как в фильме в бой идут старики они там как говорили будем жить ребят в любом случае в единстве мы сила и президенты об этом говорят это наша национальная особенность единений в первую очередь в этом году нам хотелось бы отремонтировать вот до часовни облагоустроить территорию часовни а так хочется многое хочется ждем строительства фельдшерско акушерского пункта нового модернизированного мы будем рады благоустроить тоже эту территорию поставить в центре хочется музей мордовской избы хочется создать туристический маршрут здесь доремонтировать все дороги дорожные покрытия по всем улицам оградить кладбище хочется чтобы на кладбище тоже поставить хотя бы какую-то либо беседку либо часовню где люди могли бы укрыться от дождя и помолиться хочется много чего хочется новых рабочих мест хочется новых инвестиций предпринимателей хочется как можно больше детей жителей чтобы село жило и процветало и вместе мы сила вообще люди у нас очень мирные доброжелательные всех же встречают даже вот кто бы ни приехал их встречают ну как с положительными эмоциями им помогают кто картошку несет кто яички кто что-то советует наоборот мар 2 коренные жители здесь они очень доброжелательные очень отзывчивые очень открытые поэтому если ты идешь и душа у тебя чиста если ты идешь не держишь камень как бы то очень легко живется в деревне у нас поставьте ж памятник деревне чтобы показать хотя бы раз то как покорно как безгневно деревня ждет свой смехный час ломали гости рвали живы но не протестом не борьбы одно лишь господи помилуй и вера в праведность судьбы поставьте памятник деревне на красной площади в Москве там будут старые деревья там будут яблоки в стране Субтитры подогнал «Симон»